Семьи. Семьи бывают разные. Веселые и счастливые, строгие и консервативные. У всех семей, как и у людей, разные характеры. Сегодня мы расскажем о семейных ценностях настоящих белорусов. Родовое гнездо семьи Навродских. Свой дом музыкант Юзари считает местом силы. И здесь, вместе с любимой женой, растит двоих детей. Я тебя, Лиса Краса, я тоже убегу. Браво! 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 Кениально! Она придумывает свои миры, приручила Колобка, стала взрослой, но в душе осталась ребенком. Режиссер-аниматор Марина Карпова, талантливая мама двух прекрасных детей, все успевает, дома и на работе, вдохновляют дети. Здоров, братишки и сестренки! Сегодня мы с вами поговорим про эволюцию. Хайпанем немножечко. Александр Кухта – необычный батюшка. Молодой священник служит Богу, и у него есть семья. С любимой супругой растят сына. А еще с удовольствием делятся своими взглядами на настоящие семейные ценности. Глаза вот такие огромные, они смотрят на этот мир, им все интересно. То есть за все схватиться, все потрогать. «Вся жизнь театр» – это точно про артистов балета Людмилу Хитрову и Олега Еромкина. Муж носит любимую на руках. Танцевальный дуэт и семейное трио. Отличные примеры такого разного, но искреннего и настоящего счастья, когда встретились двое. Любовь к музыке, талант и музыкальный вкус ему достались от родителей. Музыкант в третьем поколении, певец и продюсер Юрий Навроцкий, он же Юзари. Реализует себя не только как творческая личность, но и как молодой папа. С супругой воспитывают двоих детей. Мы отправились в гости и побывали в родовом гнезде семьи Навроцких. На протяжении всей жизни школьной я видел, как моя мама выступает, я видел, как мой папа выступает. Все вокруг музыки, вокруг какого-то творчества. Здесь родился мой отец и жил всей семьей. Такой был уже старенький домик. Я его помню очень с таким моим дедом, который прадедом, точнее. Он такой был с длинной бородой, такой с палочкой ходил. Я всегда его боялся в детстве. Он такой был очень суровый. Основной дом считается трехэтажный, который кирпичный. Здесь живут уже мои родители. На два подъезда дом, терраса. Мы тут все собираемся, все праздники, какие-то там дни рождения. Здесь живут все семейства. Господи, мне кажется, что это было давно и неправда уже. Это вот самые ранние у нас фотографии, Юрина. Мы ходили в фотоотеллии, делали. И Юра очень боялся фотографироваться. Я очень боялся камеры. Здесь я гоняю курей. Я обожал вот этот период дачи. Ну вот как бы видна разница, да? То есть вот чей сын? А сейчас уже понятно. Поэтому я за своих детей спокойно. Потому что они сейчас не похожи, да? У папы вообще всегда кучеряхи, а у меня были прямые. Я даже не думал, почему у меня прямые. Наблюдательность и пробивной характер, он, наверное, это две такие стороны, которые по мере поступления, возрастления, они как бы то доминируют, то... Мне мама сказала, что... И отец тоже. Ну, видя там мои экзамены, она говорит, ну, ты уже превзошел всех. Мы сейчас находимся в ДКЖ. Сейчас проходит репетиция Александрии. И это единственный шанс, как можно сделать сюрприз моей жене, которую режиссер-постановщик данного шоу. Не стыдает лица, ничто и никогда. Боже мой, здравствуй, мужик. Мне что-то сюрприз сделать. Да. С ума сойти. Друг для друга самые, наверное, такие большие критики. Я к нему отношусь очень критично, к тому, что он делает. И не потому, что я хочу так, там, где-то, да, что-то там усмотреть, там, да, и сказать плохо, а потому что от того, что мы друг друга любим, я понимаю, что кроме меня никто честнее не скажет. И точно так же он понимает, что правдивее и искреннее, чем он, какие-то вещи не скажет мне никто. На самом деле очень плотно получается у нас все. Вся семья гастролирует, где-то в каких-то участвует в проектах, поэтому, так скажем, семья навродских работает. У нас замечательные родители. Особенно Юрины, они настолько нам помогают с детьми. Всем, что они могут помочь, они помогают, чтобы наши карьеры и наше творчество осуществилось. Это дорогого стоит, поэтому низкие поклоны, огромное спасибо. Семейное творчество – это тоже счастье. А еще иногда бывает так, что мы делаем песни вместе, я помогаю делать текст. Да, бывает. Бывает критично, нужно очень быстро что-то сделать, или наоборот, какой-то такой творческий момент идет, прет нас. Поэтому наши силы, в принципе, объединились в Центре искусства, арт-платформа, которую мы создали вместе. Пробивной характер, наверное, от отца. И самое важное, у него была мечта создать место для взращивания той семьи, которую он хотел. В нашей семье привычка собирать всю родню. Два-юродные, тро-юродные, все-все. Но это отец был уже тогда. Потом так разрослись семьи, что собирать, наверное, человек под 100 будет точно. Наших детей сложно не заметить. Поэтому это сейчас они спят. Одна спит, другая в кино. Поэтому сейчас мы можем спокойно. Сейчас мы разговариваем. А так это все здесь, везде. Плохо, когда мы не знаем. И еще хуже, когда мы могли что-то узнать, но не сделали этого. А Юра... Мне было интересно, стал писать такую историю семьи. Узнавать, ездить по родственникам. И он приобщил его к этому. Как мы вместе ездили к самой старшей тетке. И записывали видео. И интересовались по поводу корней. Вот так живет семья Навродских. И оно только увеличивается. Поэтому всем большое спасибо. Мы на этом не останавливаемся. Режиссер-аниматор Марина Карпова любит создавать праздник и украшать жизнь. Считает, что самое большое счастье жить в счастливой семье и в окружении хороших людей. Ее дети не просто источники анимационного вдохновения, но и часто прототипы мультяшных героев, а еще строгие и любящие критики. Мишке было уже 4 года. Я понимаю, почему мы делаем все время какие-то неизвестные сказки. Реально нет фильма, который бы я могла собственному ребенку показать. То есть есть базовая сказка про Колобка, но она там 67-го, по-моему, года рождения, кукольный фильм. И то интерпретированный, а не в чистом виде. И поэтому я решила сделать, хотя мне было очень страшно, я вам честно скажу. Испекла бабка Колобок. В анимационном процессе ты должен все создать, вот все. Если в игровом кино или в документальном, или в телефильме ты можешь снять готовую действительность какую-то, ну и потом ее там как-то преобразовать. В анимации надо создавать все с нуля, вот с точки, с первой линии. Поэтому очень много приходится высиживать. Ну и потом у меня машина, дети. И, собственно говоря, чтобы держать себя в форме, 6 километров стараюсь каждый день проходить пешком. Утром я отвожу детей в школу, ну, Мишку сейчас отвожу в школу. После этого я еду на работу, там работаю весь день. К 7 я возвращаюсь домой, готовлю ужин и сажусь опять работать. Конечно, я как любой нормальный, здоровый человек люблю утром поспать. И слава богу, что у меня есть дети, которые вынуждают меня подняться. Вот, какие-то там обязательства, которые нужно решать. Потому что если бы этого всего не было, я бы, наверное, спала до обеда. Ты одинокая. Ну, какая я одинокая? У меня двое детей, у которых у меня голова пухнет вот просто с утра и до вечера. Я уже иногда не помню, где я, кто я, что я там, хотела ли я, могла ли я. Вот, и Маша 18 лет уже сейчас, и она учится в Польше, поступила в художественную академию. Эй, малыш, не плачь. Теперь я твоя мама. Миша даже близко художником не хочет быть. И, в принципе, Маша хоть рисовала и рисует. Хотя у меня оба ребенка. Здесь вот у меня в квартире есть картины. Они рисуют. У нас есть такая традиция интересная. На каждый день рождения мой я прошу от ребенка, от каждого по картине. Конкретно называю копию, какого художника и какую картину я хочу. То есть это может быть там Матисс, это может быть Гоген, Ван Гог. Вот все работы, которые висят дома. То есть для меня всегда важно, и дети эту фразу знают. Если ты что-то делаешь, то делай это хорошо. Или вообще не делай. Можно все, что угодно приобрести, но ты никогда не купишь доброе имя. И это доброе имя потерять можно в одну секунду. Звать-то тебя как? Герой. Василек. Ой, хороший мальчик. Оставайся у нас жить. Мишка, кушать. Я задеваюсь футболом. Я хожу на английский дополнительный. И еще я хожу на программирование. Я вообще не понимаю, как люди без детей живут. Это то, что появился баланс в системе ценностей. Потому что раньше я вообще трудоголик, и, конечно, любая какая-то неудача в работе, она меня просто разрушала. Я падала на такое дно, из которого выкарабкивалось очень тяжело. То есть так быть не должно. Когда появились дети, они уравновешивают просто вот эту чашу весов про волка и семерых козлят. И было интересно, что когда я рисовала персонажей, а я там еще и художник-постановщик, я там придумала такой слегка брутальный дизайн. И у меня такие страшные все. Страшный волк, страшные козлята. И была страшная коза. Некрасивая. Некрасивая. И Миша настоял. Он просто дожал меня. Козу он меня не принимал никак. Я ее всегда рисовала. Я не хотела ее сделать приторной, сладкой. Я хотела, чтобы она была тоже как бы в рамках того дизайна, который я выбрала. И я ее такую немножечко, козлиную такую козу рисовала. И он говорит, мама, ну коза же мама. Она должна быть добрая, она должна быть приятная. И Маша мне озвучивала один фильм «Козью хатку». Это полностью партия мальчика, главного персонажа. «Да это же мальчик!» «Не мальчик, а дикарь какой-то». «Не бодайте меня, котики, я не хотел! Нет у меня никого! И дома у меня нет!» Для женщины это вообще просто, ну, первоочередная как бы важность реализоваться в семье и с детьми. Это безумно важно. Я понимаю, что скоро эта история тоже закончится, но она в моей жизни была. И я понимаю ценность каждого мгновения. Я обожаю все, что происходит в наших отношениях. Мама у меня была инженером, царство небесное. И только когда она умерла, я вообще поняла, что какой клад у меня был, ну, вот вообще какой мега-человек жил со мной в одной квартире. Самая главная мамина ценность была в некой наивности. У меня не было ощущения, что она взрослый человек. Мне это казалось невероятным достоинством. Мне кажется, что она прожила жизнь как ангел. Я буду просто горда, если я приближусь вот к ее, к этому камертону. Вот. Я бы хотела быть такой мамой, как она. И я стремлюсь к этому. Браво! 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 Кениально! Батюшка! Я помню свою первую службу. Я приехал присмотреться к потенциальному новому приходу, познакомиться с местным настоятелем, священником. И первое, чем я запомнился прихожанам, входя в алтарь, я споткнулся, упал носом, больно и сильно. Вот. Это было, наверное, не очень красиво. И мне было очень стыдно. Минск – мой родной город, и Слоним – это моя деревня, куда меня отправляли на лето к бабушке. В Минске я занимался программированием, ходил в школу, потом поступил в лице и БГУ, и после лицея почему-то пошел в семинарию. У меня родители отдали в последнюю школу, и вот потихоньку там мысль сделала, эволюционировала, росла, развивалась. К 11 классу к концу пришла к логическому завершению. Миша! Папа, привет! Привет, Миша! Листик, поцелуешь папу? Кто для меня жена, например? Я могу много описывать ее свойств, которые для меня цены, то, как я ее вижу. Я не знаю, любит ли меня моя жена, но я веду в то, что она меня любит. Наверное, то же самое с Богом. Я могу много его описывать, кто он для меня есть, но я понимаю, что это в отношении к той своей жизни, которую нельзя объяснить этому человеку. Я верю, что он есть, и я верю, что он меня любит. Мы были знакомы, наверное, лет с 10. Мы учились в начальной школе вместе, и его мама была моя учительница. И потом как-то он перешел в другую школу, пути разошлись, но тут появились социальные сети. И мы друг друга нашли, и тут все завертелось, где-то классе в девятом. Поразил меня, конечно, своим интеллектом. Приятно встретить такого человека нестандартного. И мы стали встречаться с 16 лет. Он приходил ко мне в школу, приносил цветочки, шоколадки. Очень мило, трогательно. Потом он поступил в семинарию. После школы сразу. Я к нему старалась ездить в Жировичи. Было тяжело. И вот мы на четвертом курсе уже поженились. Мы пять лет уже в браке. Это уже какая-то дружба начинается такая. Какая-то душевная. То есть что-то более зрелое, конечно. И с каждым днем интереснее и интереснее. Вот так. Поехали. Я в 16 лет, когда мы встречались, я не могла представить, что вот этот школьник такой умненький, такой зануда, ботаничек в очках, что он когда-то станет известным блогером. Когда человек уже 17 час подряд монтирует видео, я думаю, лучше бы у меня муж был какой-нибудь работяга простой с завода. Пришел бы, поел борща и лег спать, а не творчески. Но потом, когда видео выходит, когда все начинают писать в комментариях спасибо, это так нужно, это так классно, там благодарности всякие. Ты понимаешь, что да, конечно, это важное дело. Ну и такая гордость берет, какой молодец. Я вижу в блогерстве прямое исполнение слов Христа, о том, что идите, проповедуйте Евангелие. Так как апостол Павел, например, использовал дороги, которые у него были для перемещения по Римской империи. Я использую дороги, которые есть у меня, в данном случае это интернет. Если два года назад священник-блогер, это было прям какая-то вообще дикая дикость, то сегодня уже все к этому более-менее привыкли. На уровне современных, актуальных церковных правил недавно был выпущен, например, документ, регулирующий деятельность священников-блогеров. Лучший блог священника на YouTube по версии РПЦ действительно существует. Вот он. Моя семья – это моя супруга, без нее было бы странно, сын и кот. Один из самых тонких моментов моего семейного переживания. Я лучше спать обычно, мягко говоря, поздно, ну или рано, кому как. И я прихожу, получается, ложусь, я чувствую рядом сопение Миши, где-то там мурчание кота, вот сопение жены. И вот когда я засыпаю под эти звуки, я понимаю, что вот сейчас я счастлив. Вещи обретают смысл, обретают объем только в том случае, когда они делаются с пользой для кого-то. Для ближней, для окружающих, для себя. Это тоже важно, на самом деле. Это звучит достаточно пафосно, но я не вижу вообще ни в чем смысла даже в семье, в религии, в патриятии измерей без присутствия там любви. Здесь белорусский язык, он намного, он в два раза тоньше, чем русский, потому что в свече бонусы слова «кахани». Если вы не переходите на греческий язык, там уже пять слов, да. Вот, любовь во всех ее проявлениях должна быть вообще везде. Если любви нет, то все отеяет в всякий смысл. А в том числе и мое пребывание в церкви. Эта семья большую часть времени проводит вместе не только дома, но и на работе. Однако нисколько не устают, а продолжают радовать и удивлять друг друга. Прима-балерина Людмила Хитрова и премьер Олег Еромкин, ведущие солисты балета Большого театра. Артисты и по совместительству, молодые родители. Супруги всегда с удовольствием летят в театр и с нетерпением бегут домой, где их ждет сынок Даник. Прошло достаточно много времени с тех пор, как образовалась наша семья. И в театре большинство партий мы танцуем вместе. По танцам, как дуэти, так и жизни, где-то практически 80% наверное у нас идет совместных спектаклей. Все равно все выясняют отношения на репетициях, но стараются за пределами театра забыть все, что было в театре и придя домой уже абстрагироваться. Конечно, в первую очередь танцевать с родным человеком, с близким человеком удобнее чисто психологически, а с точки зрения ответственности, то это наоборот сложнее. Ты постоянно находишься в состоянии, когда у тебя мокрые руки, ты переживаешь, чтобы все получилось. То есть просто что психологически хочется, выходя из театра, выдохнуть, а все равно ты вместе, вместе, вместе иногда приходишь к тому, что надо разойтись на 5 минут, выдохнуть по разным комнатам, сойтись, ну и так, обняться, лечь спать, поцеловать еще сына. У нас маленький ребенок, и, конечно, мы после репетиции быстрее и быстрее мчимся домой, чтобы побыстрее его увидеть, чтобы с ним погулять, поиграть, пожить. Даниил – маленький буянчик. Парпеда, Паша. Да, он рассказывает свои эмоции. Если кто не понимает, странно, что вы не понимаете. Бывает, иногда мы приходим на репетиции, понимаем, что, ну, сейчас мы немножко отдохнем. Ну, у меня такое бывает. Наберемся сил во время работы, потому что дома действительно… Ни секунды спокойствия нет. Родители у него активные, и, в принципе, у малыша, наверное, геноспокойствие, наверное, куда-то потерялся. Для балерины действительно это что-то необычное. Хотя в последнее время многие балерины и ведущие, и не только в нашем театре, но и в российских театрах имеют и по одному, и по двое, и по трое детей. Говорят, что после рождения детей балерины танцуют более, да, более женственно танцуют, у них появляется какая-то мягкость. То есть мне тоже говорили такое, когда я вышла после декрета, что танец стал немножко другой. Потому что ты получаешь жизненные чувства. Да, я стала невероятно сентиментальной на сцене, на репетициях, слушая музыку, которая вот меня трогает. Я могу просто стоять, танцевать, слушать и плакать, потому что вот настолько тонкие вот эти чувства становятся с рождения малыша. Как бы ты ни хотел, там устаешь в нашей профессии эмоционально и физически, а приходишь каждый день, вот он тебя подталкивает и дает тебе вот это вот, делится своей энергией. Мне кажется, что надо наслаждаться каждой минутой, которая сейчас. Вот он, например, вспомнил себя шестимесячного ползающего. Да, он сейчас как Адам, как маленький Адам, который появился на свет. Да, мы сейчас готовим спектакль «Створение мира, возобновление», и Олег готовит премьеру партии, Адам, он никогда его не танцевал. Сцена рождения Адама, он такой забавный весь, там очень много смешных моментов, он ползает на четвереньках, то есть такой, чешет голову, там стоит на голове. Элег говорит, я в такой момент вспоминаю Даника, какой вот он такой беззаботный, наивный, то есть немножко, наверное, списал для своего Адама образ Даника, потому что он действительно вот такой шебутной, ему все интересно, вот там интересно, и тут интересно. Я считаю, что, наверное, каждый взрослый должен брать пример, насколько дети любознательны. Глаза вот такие огромные, они смотрят на этот мир, им все интересно, то есть за все схватиться, все потрогать. Наверное, взрослые, вот не надо утрачивать этих качеств. Конечно, это очень здорово вместе с супругой танцевать, главные роли, как говорится, вот отношения и чувства, которые между мужчиной и женщиной, и это будет, ну, по-настоящему, это вот как в жизни, так они и будут на сцене. И есть и нежность, и забота мужчин и женщин, когда они танцуют вместе, и Адажу, и они сталкиваются с трудностями, вместе переживают и живут вот этой вот настоящей жизнью. Скажу, наверное, о банальности, но эти банальности есть суть, я так думаю. Секрет счастливой творческой семьи заключается во взаимопонимании, уважении, конечно же, в любви. И заботе. Семья – это самое дорогое, что есть у каждого человека, поэтому так важно ценить и любить тех, кто с тобой рядом, и благодаря кому ты не ощущаешь себя одиноким. Счастье, когда близкие здоровы и в отличном настроении. Заботьтесь друг о друге. Берите пример с наших белорусов. Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости и, конечно, любви. Редактор субтитров А.Семкин